Всем огромный привет, ребята! Меня зовут Стелла, и вы попали на канал Стелла Кейв. Перед началом не забудьте подписаться, поставить лайк, а также подписаться на мой инстаграм, ссылочка на него будет указана обязательно ниже в описании. А также не забывайте ставить колокольчики, чтобы не пропустить выход нового видео. Сегодня я решила заснять ролик про вирус. Я думаю, мне не нужно объяснять, что это такое, потому что я думаю, абсолютно каждый человек в мире знает про эту болезнь, потому что во всем мире ввели ограничения, во всем мире ввели карантины, закрыли разные заведения и все дела. Но в этом ролике я бы вам хотела рассказать о том, как я несерьезно относилась раньше к этой ситуации, как просто разрушились все мои планы, все-все просто, вот просто все разрушилось. Также хочу вас как-то подбодрить и сказать, скажем так, плюсы, которые есть на карантине. Как-то, может быть, вас подбодрить, людей, которые находятся в стране, где ввели чрезвычайную ситуацию, где карантин, и у кого тоже все планы разрушились, как у меня, ребятки, я с вами, я с вами. Главное не падать духом. Ну и также хочу сказать, какая обстановка в нашей стране. Мне, естественно, я ни в Китае, ни в Италию, у нас не так страшно, у нас более-менее, но все же атмосфера ужасная, неприятная. И просто хочу вам, скажем так, в этом ролике поделиться с вами моими мыслями. Так что, если вам интересно мое мнение и вообще, что я насчет этого всего думаю, вообще, как опять же разрушились все мои планы, то это... Продолжайте смотреть, но мы приступаем. Первым делом я хочу вам сказать, что не расстраивайтесь. У кого карантин, у кого нельзя выходить из дома, кто сидит в четырех стенах, или кого просто родители не выпускают, поймите. Да, есть люди, которым тяжело, скажем так, общаться, общаться через интернет, тяжело просто быть отрезанным от внешнего мира, и таких людей я искренне понимаю, потому что я сама первые дни радовалась. Во, карантинка, классно, сижу дома. А уже спустя неделю я просто... Мне хотелось, чтобы ко мне из моих друзей кто-то приехал, потому что мне было тяжело находиться в четырех стенах, вообще запертой, без какого-либо общения. И общения только в интернете, когда ты не видишь такого человека в реальной жизни. Это очень тяжело. Но сейчас я уже привыкла, и мне карантин на самом-то деле даже идет на пользу. Поймите, ребят, карантин – это возможность сделать все те дела, которые вы оставляли на потом. Потому что это потом, оно уже наступило. Благодаря карантину вы можете закончить все, что вы реально откладывали. Генеральная уборка, стирка вещей, какие-то задания домашние, всякие долги, непрочитанная книга, незаконченный сериал, заняться своей фигурой, своим телом, тренировки, правильное питание. Опять же, когда мы в обычное время, когда нет никаких карантинов, у нас куча всяких дел и занятий, мы не успеваем за собой следить. Можно сделать всякие спа-процедуры, домашние масочки, скромбики, стенды, лома, дейва, скидово. Это реально возможность сделать все то, что вы не успевали делать в обычной повседневной жизни. Вы можете начать готовить, вы можете начать рисовать, можете найти какое-нибудь новое хобби, занятие. Вы можете разобрать старые полки, вы можете начать изучать новый язык. Используйте это время с пользой, а не только сидя на диване, плакать. О, боже мой, как я ненавижу жизнь, как все плохо, меня заперли тут, я хочу уйти. Нет, ребятки, развивайтесь. Занимайтесь саморазвитием, и все у вас будет классно, у вас будет хорошее настроение, потому что я чувствую, что я каждый день провожу с пользой. Я снимаю очень много роликов, я монтирую, я учусь за время карантина, так как я учусь дистанционно и училась до того, как вели чрезвычайную ситуацию. Я тоже училась дистанционно, и сейчас я могу закончить всю школу, и больше после карантина вообще они не парятся. Ну, до 10 класса, естественно, и до экзаменов. Я занимаюсь саморазвитием, читаю различные книги, и реально чувствую, что я просто офигеть, как с пользой провожу свои дни. Поэтому, ребят, проводите дни с пользой, ни за что. О, слышите, ни за что не проводите свои дни так, что вы будете сидеть на диване и приклинать весь мир. О, боже, зачем ты появился? Ищите во всем везде плюсы, везде есть минусы, плюсы. Да, ситуация отвратительная, ужасная, но ищите везде плюсы. Еще бы хотела вам рассказать про то, как разрушили все мои планы, и самое главное, что у меня было, это моя поездка в Москву. Если вы подписаны на меня в Инстаграме, то я думаю, вы в курсе того, что... Я собиралась ехать в Москву, я делала годовую визу, я об этом снимала очень много сторисов в Инстаграме. Ребятки, подписываемся, ссылочка внизу. Я сделала годовую визу. Я с ней мучилась два месяца, два мать твоего месяца. Просто я мечтала уже поехать в Москву, потому что я там в последнее время довольно-таки часто бываю, но в этот раз у меня тоже была важная поездка. Любая поездка в Москву, она очень важная для меня, потому что я встречаюсь с различными блогерами, снимаю с ними ролики, делаю у меня там всякие фотосессии, съемочки и все дела. Но просто я вот уже вот просто собиралась покупать билеты, вот уже вот должна была лететь, и мне буквально несколько дней, ребят, не хватило. Буквально несколько дней не хватило, чтобы успеть слетать в Москву. Я планировала в этот раз лететь на три дня, а не на два. И что вы думаете? Вот буквально за несколько дней, когда я уже готовилась покупать билеты, я вижу в новостях и везде, что все у нас закрывают границы. В Москве тоже закрывают границы с Евросоюзом, а я, как вы понимаете, Европа, Евросоюз. Я была безумно расстроена, потому что мне буквально не хватило нескольких дней, чтобы попасть в эту Москву. Ой, ребятки, так несправедливо, так расстроена была, что просто пипец. Несколько дней мне не хватило. А сейчас, понимаете, этот карантин может продлиться фиг знает до скольки, потому что число зараженных очень быстро растет. Я не знаю. Я думаю, что у многих сорвались планы, у кого-то даже поважнее, чем у меня. Но все равно, согласитесь, обидно, потому что у меня годовая виза действует, и она закончит действовать в следующем году, в марте. Нет, в феврале, в конце февраля. А если коронавирус, и вообще вся эта фигня, и этот карантин продлится до лета, то у меня будет, ну как до лета, ближе уже к осени, то у меня просто полгода будет потерянных в визе. Это очень обидно, потому что я первый раз, наконец-то, сделала это в визу, чертова, на свои деньги, и тут этот карантин. Просто бомбить. Реально бомбить. Еще спланировалась кое-какая поездка на отдых, но она была незначительная, и так тоже, скажем, в последний момент, и я, как бы, скажем так, наготовилась к ней два месяца, как в Москву, поэтому это не так меня устроило. Больше всего, конечно, меня расстроила Москва, потому что обидно. Все те, с кем я должна была встретиться в Москве, просу про СНС, что так выслал. Я не виноват. Карантин изначально на меня повлиял в очень плохом ключе, потому что я даже плакала первый день. Я тогда была у своей лучшей подруги на дне рождения, и было просто ужасно, когда я ехала к ней домой. Я тогда единственный раз вышла на улицу, и я увидела, что просто все такие мрачные, людей на улице почти нету. Я не знаю, я ехала через такой район, где реально всегда в это время есть люди. Но в тот момент ни машин, ни людей. Я просто смотрела и не понимала, типа, что за бред. Даже в магазинах не было людей. Это был вечер, но обычно в это время там есть люди, а полки пустые и просто пипец. Я на это все смотрела, ехала. Потом там в троллейбусе, которому я ехала, там была такая табличка, типа, нельзя подходить к водителю, дабы избежать заражения. Я такая, типа, ну ок, это немного странно, мне показалось, ну ок. Я доехала, и когда пришла к ней домой, я просто смотрела на улицу. Мне так грустно, было мрачно. Обычно есть люди, а не было людей. И просто я понимала, что все мои поездки, планы, все сорвалось. Так внезапно у нас еще в театре должен был быть спектакль, которого тоже, скорее всего, не будет. Мы к нему очень сильно готовились. Очень много всего просто, все мои занятия, все просто полетело, потому что я не могу никуда выходить. И очень много всего позакрывали. Все киноцентры, все развлекательные центры, все катки, аквапарки, бассейны. Торговые центры, не знаю, но вот то все закрыли. По-моему, торговые центры тоже будут закрывать. Я не уверена, или уже закрыли. Я не в курсе, ребят. Я на самом деле за этим не так сильно слежу, потому что я не хочу, я не хочу это все читать, накручивать себя нет. Слежу, может быть, только если за главными новостями какими-то отставили открытыми только продуктовые магазины. Это ужасно. Это очень грустно, ужасно. Вот, я любила раньше там ходить в кино, ходить на катки, по магазинам. Но сейчас, к сожалению, я не могу этого всего делать. Ну и еще я бы вам хотела сказать, что раньше я к этой ситуации относилась со смехом. Я смеялась еще в январе и говорила, «О, Боже мой, в Китае до нас не дойдет». Я вижу, как до нас не дошло. Когда объявили у нас чрезвычайную ситуацию, я просто была в шоке, что у нас закрыли аэропорты, закрыли границы и все дела. Я была в таком шоке, что вы просто не представляете. Я еще помню, слышала, что типа школы закрывают. Я такая, что за бред, слухи. В сто пудов слухи. Я не верила, я отрицала, что реально произойти в мире такое. Я относилась к этому с большим смехом и думала, что это бред. Но сейчас это уже реально не бред. И да, говорят, что, ну скажем так, молодое поколение, молодые люди не могут заразиться. Во-первых, могут. Это все зависит от иммунитета. И мы не можем быть ни в чем на 100% уверены, потому что это новый вирус, и он неизведан. А во-вторых, даже если вы не можете заразиться, то зачем быть переносчиком и заражать других? Вы живете дома с мамой, папой, бабушкой, дедушкой, и вы можете заразить их. Просто зачем? Лучше поберечь и свое здоровье, и здоровье всяких родственников, друзей, знакомых и так далее. И не быть переносчиком и не заражать других. Не надо устраивать никакую, естественно, панику. Боже мой, мы все умрем, это конец света. Нет, такого устраивать не надо, но все-таки со смехом, со смехотворством относиться к этому всему тоже не надо, потому что вот у меня была подруга, в смысле была, она и есть. Она мне рассказывала, что вот когда к ней подруга приехала с другого города, она ехала в маске, в перчатках, потому что это поезд, ехать три часа, и там старики и всякие люди. Она ехала в маске, в перчатках, и потом, когда они шли в магазин и так далее, они придерживались. Осторожности тоже, знаете, так были в маске, в перчатках, и над ними реально смеялись. Над ними в троллейбусе вот они ехали, и люди, пожилые даже люди, даже всякие молодые люди просто смеялись, демонстративно чихали и кашляли. Что, простите? Что, простите? Если вы сами не соблюдаете меры предосторожности, то не надо высмеивать других. Просто реально даже пожилые люди, специально видно было, что они демонстративно стояли и кашляли, вот так кашляли. Подругу мою, и неизвестно, может быть, этот пожилой человек был заражен, да, то есть это максимально странно и некрасиво было с их стороны. Как-то так, ребят, я не знаю, просто будьте осторожны, просто сохраняйте все меры предосторожности, не устраивайте паники, и не надо высмеивать ситуацию, потому что после такого, как бы, другие люди тоже не всерьез к этому относятся. Просто относитесь спокойно и всерьез. Не надо никаких паник устраивать, ну и не надо смеяться. Вот, ну я надеюсь, что, не знаю, досмотрели, не досмотрели этот ролик до конца, вот, называйте, что в субботу новый ролик с клоуном. Ну, на этом все, ребят, я вас всех очень сильно люблю, целую, обнимаю, и всем до новых встреч!